Я читаю из книги Судей Израилевых третью главу. Все хананеи, седоняне и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ярмона до входа в Ямаф. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога Своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки Хусар Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусар Сафему восемь лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусар Сафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар Сафема. И покоилась земля сорок лет, и умер Гафанаил, сын Кеназа. Сыны Израилева опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавицкого против израильтян, за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавицкому, восемнадцать лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавицкому. А он сделал себе меч с двумя острыми, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И поднес дары Еглону, царю Моавицкому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Голгале, и сказал, «У меня есть тайное слово к тебе, царь». Он сказал, «Тише». И вышли от него все, стоявшие при нем. Аод вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. И сказал Аод, «У меня есть к тебе слово Божие». Еглон встал со стула. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять. И тук закрыл острие, ибо Иод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел Аод в преддверие и затворил за собой двери горницы и замкнул. Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят, верно он для нужды в прохладной комнате. Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает двери горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сеерав. Пришедший же вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их. И сказал им, идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших, мавитян, в руки ваши. И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Муаву, и не давали никому переходить. И побили в то время мавитян около десяти тысяч человек, все здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день мавитяне пред Израилем, и покоилась земля восемьдесят лет. После Аода был Самегар, сын Анафов, который шестьсот человек филистимлян побил Воловьем Рожном, и он также спас Израиля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok